А мы вернемся к теме еды. Время делового завтрака. Вот кто принял в нем участие на этот раз. Доброе утро! С вами Гульнара Махмутова. А значит, время делового завтрака. Сегодня Департамент продовольствия пригласил нас в кафе «Лес». Поговорить о творчестве к нам приехал известный в Казани из ее пределания автор-исполнитель Слават Табай. Доброе утро! Ты популярный исполнитель, еще и автор собственной музыки, собственных песен. Где ты черпаешь вдохновение? Как ты все успеваешь? В природе, в общении, в хорошем музыке, в спорте, в семье. Наконец-то во всем том, что вдохновляет человека, что настраивает его на позитивный лад. Тогда, когда человек ставит перед собой много задач, успевать очень сложно, но можно, если постараться. Это, во-первых, самодисциплина, это огромная работа. Это уметь себя вовремя построить, вовремя поднять, вовремя организовать. И вовремя и правильно расставить приоритеты. Слават, сегодня на наш завтрак пообщаться с тобой пришли студенты музыкального училища. У них масса вопросов. Послушаем. Остается ли в вашем плотном графике время и силы на то, чтобы поддерживать здоровый образ жизни? Для поддержания здорового образа жизни необязательно ходить в спортзал. Иногда действительно очень тяжело выбрать на это время. Я себе дома повесил многофункциональный турник, у меня есть пол. И вот эти две вещи помогают себя держать в форме. Каждое утро, во-первых, и каждый вечер. Я вас призываю есть, во-первых, пищу здоровую. Не буду говорить, что такое здоровая пища. Информации очень много. И всем советую, естественно, заниматься здоровым образом жизни. Хотя бы гулять почаще. Трудно ли автору и исполнителю своих произведений реализовать свое творчество в Казани? Иногда нужен продюсер. Его сложно найти. Иногда нужно просто самому искать площадки. Слава богу, сейчас возможностей очень много. Есть очень много музыкальных сайтов, где можно выставить свою песню. На худой конец просто разместить в Ютьюбе и, возможно, песню выстрелить. Нужно искать любую возможность, чтобы народ узнал о своих песнях. Поэтому всех призываю прийти 21 числа, 21 марта на концерт, который состоится в Казани. Всю информацию можно получить в социальных сетях. Найдя такую компанию Starbook Pro, очень талантливые ребята, которые заинтересованы в том, чтобы наш зритель как можно больше узнавал об авторской музыке, о новых авторах-исполнителях. Вы достаточно известный в Казани певец. Одолевают ли вас поклонники и как ваша семья реагирует на это? Я абсолютно никак не преодолеваю проблемы с популярностью, потому что ее как таковой, в общем-то, и нет. Я пока на нее абсолютно не претендую, я просто занимаюсь любимым делом. Родители и родные чаще всего живут творчеством и жизнью своих детей. Поэтому, уважаемые музыканты, уважаемые творческие люди, радуйте как можно больше своих родителей, приглашайте их на свои концерты. Это действительно их питает энергией, они чувствуют себя намного счастливее. Друзья, Департамент продовольствия подготовил к нашей встрече очень вкусный завтрак. Предлагаю подкрепиться. Всем приятного аппетита! Пока все песни недопеты, Нам не приходится тужить, Пока в России есть поэты, Россия славно будет жить. Пока в России есть поэты, Россия будет славно жить. Наш деловой завтрак подошел к концу. Салават, спасибо большое, что уделил нам время. Желаем студентам отличных оценок, а телезрителям хорошего дня.